Вашингтон стал самым чёрным городом США. Афроамериканцы со всех концов страны наводнили столицу. Сюда летели на самолётах, ехали на машинах и шли пешком. Фрэнк Ниттеса, товарищи из Милуоки до Вашингтона, прошагал полторы тысячи километров. Мы вышли 4 августа. Думали, что сможем проходить по 50 километров в день. Но полицейские аресты, перестрелки, расизм – всё это нас немного задержало. Подходя к Вашингтону, мы ускорились и проходили почти по 100 километров в день. Шли, чтобы всем вместе заявить о своих правах. Место встречи у мемориала Линкольна, президента, освободившего рабов. Нечто подобное в Вашингтоне уже было. Ровно 57 лет назад, 28 августа 1963 года, Мартин Лютер Кинг организовал марш на Вашингтон. Здесь же стояли 300 тысяч человек. После того марша сегрегация была отменена, и афроамериканцы получили право голосовать. Та речь Мартина Лютера Кинга называлась «У меня есть мечта». Больше полувека прошло, а современные афроамериканцы живут всё с той же мечтой – равноправие. Это вопрос справедливости и равенства для чёрных. Мы специально приехали с детьми, чтобы они увидели эту борьбу. Я объясняю своему 16-летнему сыну, как вести себя, если его остановит полиция, как ему себя защищать. Белым людям явно не нужно вести таких бесед со своими детьми. Это дискриминация, которая идёт со стороны полиции. Таким же ребёнком в коляске на марше 1963 года была Камала Харрис, дочь эмигрантов из Индии, которая сегодня борется за пост вице-президента. По видеосвязи она убеждала собравшихся – организаторы исторического марша их сегодняшних бы точно поддержали. Они разделяли бы наш гнев и боль, и без сомнения направили бы их в нужное русло. Они зашнуровали бы ботинки, сжали руки и продолжили бы вместе с нами эту непрекращающуюся борьбу за справедливость. О запросе на справедливость демократы и республиканцы много говорили на предвыборных партийных съездах. Страна с особым интересом слушала речи бывшей и нынешней первых леди. И темнокожая Мишель Обама, и эмигрантка Мелания Трамп призвали Штаты объединиться. «Ничто, а как, — говорит Мелания, — возмутила критиков первой леди. Свободный английский, но с сильным акцентом, который за 20 лет жизни в США никуда не делся. Ещё больше извительных комментариев она получила за розовый сад, который для своей речи готовила три недели. Убрав яркие тюльпаны и сакуры, предпочла спокойные тона. Сад в Белом доме стал таким, как при иконе демократов Жаклин Кеннеди. Но речь о Мелании. И его сравнивают то с парковкой, то с кладбищем». «Впервые я в бешенстве от того, что первая леди США — иностранка. У неё нет права разрушать нашу историю». Бывший журналист New York Times выдал пулемётную очередь таких гневных твитов, и за каждый потом пришлось извиняться. Во многом потому, что подписчики, в том числе и незамеченные в симпатиях к Трампам ведущие CNN, его пристыдили за ксенофобию. Денис Кеннеди.